Здравствуйте, меня зовут Мурбек, сын Айдар, пять лет, шестой год идет уже, сеансы проводим, начали звонить уже почти полтора-два года уже, с сентября по май, то что сын был у моих родителей, это в Кыргызстане, в Бешкеке, мы сами находимся, живем в России, на севере город Нефтьюганск, я думал, ну, отправить его домой, смена климата, кислород, питание, витамины, и плюс ходил на развивающие занятия с дедушкой, мой папа водил, и результаты более-менее есть, но все равно, вот Майя привез, папа, дедушка привез его, а моего старшего сына забрал на каникул, его с нами теперь будет, после этого был один раз супруга дозвонил, дозвонилась до Давида, один сеанс был, жалобы были на то, что он, непонимание речи, сейчас уже понятие, понимание есть, как бы, я так думаю, но, какие-то просьбы, садись, там, подай, там, принеси, там, не одевай, садись на горшок, это все понимает, выполняет, но не разговаривает, алфавит выговаривает, не полностью, не все буквы, есть какие-то трудности, что хочу отметить, после каждого сеанса, после каждого звонка Давида, все равно, какой-то сдвиг есть, улучшение, это хоть маленькое, но есть, все равно, после последнего сеанса, стал более-менее спокойный, на улице особенно, хорошо ведет тебя, садика сам приводил сегодня, спокойно шел, никуда не просился, обычно в магазине, либо в детскую площадку, куда-нибудь всегда открывался, плакал, на руки просился, сейчас нет, нормально идет, все, пришли домой, я сам уж удивился, ну, уже взрослеет тоже, из такого, хотел отметить, что он играет, играет и раз подбежит, там, и может руку так аккуратно раз покусать, я не знаю, с чем это связано, может это просто играется, может и позавчера тоже, когда я уснул, пришел и за много мне укусил, там, я аж испугался, не сильно, но так, не знаю, с чем это может играть, может, сегодня-завтра будем стараться дозвониться Давида, он у нас второй ребенок, старшему 10, младшей дочке 3 года, только Айдар у нас, особенно ребенок, я надеюсь, что это только временно, скоро тоже будем хвалиться, что вышли в норму, дай бог всем этого тоже самое желаю, что хотелось отметить, что дозвонился Давиду трудно, но возможно, он же один, нас много, все хотят позвонить, надо это понять и учитывать, и тоже, часовые пояса тоже разные, как бы, когда он свободен, у нас бывает ветер, либо дороже уснет, либо у нас не получается, а когда у нас время есть, то у них там утро или еще что-то там, у них там времени не получается, так что всем желаю с удовольствием, звоните, дозвонивайтесь, ищите разные пути, занимайтесь с ребенком, время будет, я его сниму на видео, сейчас он просто кушает там сейчас настроение так всем спасибо выздоравливайте до новых встреч доброго времени суток всем мамам папам бабушкам и дедушкам всем кто так или иначе столкнулся с такой проблемой как детский аутизм меня зовут наталья вкратце хотела рассказать историю своей старшей дочери софии софии в этом году уже исполнится 7 лет и проблемы с ее развитием я стала наблюдать уже порядка пяти лет назад они проявлялись в основном поведение в нежелательном поведении в отсутствие речи в отсутствие понимания обращенных не речи понятно что я ринулась по разным специалистам в поисках ответа на вопрос что происходит с моим ребенком вот выслушала много разных диагнозов в личном итоге в прошлом году в сентябре мы оформили по диагнозу аутизм инвалидность софии ну понятное дело что за эти пять лет мы добились определенных результатов при помощи центра развития специалистов вот но в целом оставалась проблема нежелательного поведения отсутствие функциональной речи отсутствие понимания обращенной речи до декабре прошлого года один мой знакомый сказал что рассказал мне давить он сказал что есть такой человек что он живет в израиле и занимается с родителями детками которые столкнулись подобной проблемой я как сейчас помню что я сначала расстроилась потому что вести ребенка в израиль у меня ни тогда ни сейчас не было никакой возможности однако я узнала что давид также занимается дистанционно я тут же написала давиду ответ не застала себя долго ждать давид вышел на связь и по состоянию на сегодняшний день у нас было порядка восьми сеансов какие-то сеансы проводились со мной какие-то проводились софии вот результаты которых мы добились то есть у софии появилась функциональная речь состоящая из двух-трех слов коротенькие предложения они были к месту они предложения она употребляет тогда когда хочешь что-то получить я ее встала понимать конечно понятно что это нечистая речь нечистые слова где-то что-то напрогат но в принципе стало понятно и все ее просьбы да все ее предложения они всегда к месту вот софия также стала понимать обращенную к ней речь то есть большая часть инструкций которые я даю она в принципе выполняет также софия стала понимать когда она кого-то обижает она подойдет обнимется на вид что нет настроения она старается обнять с поведенческими вот этими отклонениями не скажу что произошли глобальные перемены но я думаю что все еще впереди посему я бы хотела сказать огромное спасибо человеческое давиду за то что он дарит нам надежду родителям за то что он дарит нам шанс хотела бы пожелать родителям большого терпения я бы хотела рассказать как изменилась моя жизнь после знакомства с давидом я с ним познакомилась в сентябре 2018 года у меня была очень большая депрессия на тот период находилась в жутком состоянии и все это потому что именно в это время моей дочери был поставлен диагноз аутизм соответственно и мое состояние и ситуация с ребенком негативно сказывается на моей семейной жизни и казалось что света дальше нет все очень темно и когда я в первый раз дозвонилась до давида мы с ним буквально пару минут поговорили я поверила ему сразу буквально на сто процентов это человек от которого исходит свет по-настоящему от него исходит большое тепло и любовь к людям он у меня спросил как часто мне болит голова и дело в том что именно в тот период я отпила таблетки от головной боли практически каждый день я конечно удивилась очень он мне также указал на проблемы со щитовидной железой я не знала ничего сама об этом но впоследствии когда мы уже были в центре Бердавид в Израиле все специалисты центра мне указали на то что у меня не в порядке щитовидной железа так вот мы провели первый сеанс и буквально сразу же я почувствовала огромный прилив сил у меня поднялось поднялось настроение мне захотелось улыбаться это заметили все мои близкие дома и так мы продолжали работать в течение нескольких месяцев где-то раз в две недели мы проводили сеансы через месяца два я обратила внимание сама задумалась о том что мне очень давно не болела голова моя головная боль просто куда-то исчезла сейчас на данный момент у меня голова болит очень редко депрессия практически или практически она полностью искорилась у меня но потом так получилось что в январе 19 года у меня внезапно умерла мама и соответственно сказать что мне стало плохо это ну не сказать ничего так вот давид он как только узнал что у меня произошло он буквально работал со мной каждый день он проводился на сеансе он со мной разговаривал он меня поддерживал и так как только благодаря ему у меня хватает сил идти вперед хватает сил жить дальше я могу улыбаться я могу смеяться конечно горе все равно есть только благодаря ему я не слегла и могу дальше жить спокойно радуюсь наслаждаясь своей семьей своим ребенком давид это человек которого ну сказать что он большой человек большой буквы это мало чего сказать таких людей правда я не встречала спасибо огромное только благодаря вам у нас есть вера что все будет хорошо у нас очень сильно любим спасибо вам дает